Меньше двух месяцев остается до празднования 75-й годовщины Великой Победы. И вы еще успеваете увековечить имя ветерана на дороге памяти. Это мультимедийный музей с данными бойцов Великой Отечественной. Его построят на территории храма Вооруженных сил Российской Федерации, который сейчас возводят в Москве. Подробнее Ольга Пырочкина. Тепло в Григория Васильевич. До войны работал трактористом, перед войной переучился на танкиста. Войну встретил под Киевом в танковой дивизии. Балакин Николай Николаевич проходил службу в должности разведчика. Награжден медалями за отвагу, за взятие Кёнигсберга и другими. Сайт «Память народа». Здесь собирают фотографии, информацию от тех, кто воевал или работал в тылу, был партизаном или жил в блокадном Ленинграде. Сейчас там уже более миллиона фамилий. Все эти данные составят экспозицию мультимедийного музея «Дорога памяти». Его построят на территории храма Вооруженных сил Российской Федерации, чье открытие запланировано на 7 мая. Информацию для проекта «Дорога памяти» собирают и в военкоматах по месту жительства. Если предоставить сведения туда, они останутся в архиве ведомства. То, что у нас через военный комиссариат проходит информация, значит, эта информация у нас более-менее систематизируется. И в дальнейшем будет проще при обращении людей в военный комиссариат какие-то данные дать непосредственно уже, кто к нам обращается. В городе Чебоксары на сегодняшний день включено, уже проведены и отцифрованы более полутора тысяч фотографий. Также данные, которыми располагают военкоматы республики, войдут в местную книгу памяти в случае ее переиздания. Информацию от жителей ждут в военных комиссариатах по месту жительства. Чебоксарцев ждут по адресу улица Эльбекова, 8. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова